Многодетная семья в Иванове на улице 1-й высоковольтной живет на вулкане почти в прямом смысле этого слова. В семье Лебедевых трое детей, на подходе четвертый. 12 марта соседнюю квартиру в их доме подожгли. Дом, находившийся и до пожара в аварийном состоянии, сейчас держится только на божьей милости. Никто, ни один мастер, никто не приезжал смотреть. Хотя у нас квартира муниципальная, городская. Не то, что приватизирована, она у нас городская. Город вообще забыл бы про нас. Состояние дома, в котором живет семья, сложно отнести даже под категорию ветхого жилья. После пожаров в крыше образовалась огромная дыра, которую пока что прикрыли тентом. Одна из стен между квартирами шатается. О том, что будет с конструкцией, когда начнутся весенние ливни, семья старается не думать. Вот видите сами, вот она доска, если взять вот ее, вот мы сейчас возьмем, вот простая доска, с двух сторон она отштукатурена и все. Больше никакой тут защиты, ничего тут нет. Капремонт нам тут не проводили, ужасно, как говорится, с 1939 года дома. Дом отапливается от котельной, находящейся в пристройке. Газовщики, приехавшие проверить безопасность в газовых баллонах после пожара, вынесли вердикт. Котлы старого образца, непригодны для использования, нужно менять. А где взять средства? Сама пристройка тоже дышит наладан. Написав бумагу о том, что ответственность за котлы несет сам собственник, газовщики уехали. До пожара, до пожара. Нам никто претензий не предъявлял. Вот они как топятся, топятся, топятся. Приходили, автоматику проверят, автоматику проверят. Все хорошо. Вот эти трубы мы сами все делали. Вот сами по дому. Вон видите, какая трещина пошла. Дом входит в программу ветхого жилья. Предоставить квартиру обещают в период с 2019 по 2022 год. Сергей объяснил, что они с семьей готовы были прожить до этого времени и в таком здании. Однако ущерб, нанесенный пожаром, даже при капитальном ремонте, исправить вряд ли возможно. Кроме того, что огонь подкосил само здание, жить мешает и запах, идущий из сгоревшей квартиры, который не выветрился и по сей день. Утром здесь невозможно дышать. Вся гарь идет, вся гарь идет ко мне. Дети, вынужденные ежедневно дышать запахом сгоревшего дерева и мебели, заболевают. Чтобы улучшить жилищные условия, Сергей Вячеславович обратился в администрацию города, так как дом находится в муниципальной собственности. Чиновники, рассматривавшие просьбу Сергея, заверили нас, что сделали со своей стороны все, что было возможным для помощи многодетной семье. Мы подобрали вариант двух комнат общей площади 25 квадратных, прошу прощения, жилой площади 25 квадратных метров на улице 1-й завокзальной, дом 6. Не устроил район граждан, потому что дети ходят в детский садик, видимо, на рабочем поселке. Да, нашли мне еще одну квартиру, на 6-й завокзальной, представьте район, рабочий поселок и 6-й завокзальной. Это туда пустошь, Бор, это я оттуда должен водить детей в садик. Я сейчас не сменяю детский садик, потому что сейчас будет лето, опять же надо менять садик, если надо троих. А как с местами сейчас? Сейчас он с двух лет, ну там два, там два с половиной, это трудно очень. Еще один вариант – на рабочем поселке. Отремонтированная квартира со всеми удобствами, однако и тут есть свои нюансы. Комната площадью 11,5 квадратных метров. На семью количеством в пять, фактически уже шесть человек, это ничтожно мало. 12 метров – это, я не знаю, это мне только поставить койки, а самому, наверное, придется стоять и спать. Что делать в подобной ситуации непонятно. В распоряжении муниципального жилищного фонда в районе рабочего поселка с должным количеством метража жилых помещений нет. Переезжать в другой конец города семья не согласна, но и жить в здании, которое со дня на день просто сложится, как карточный домик, тоже не представляется возможным. Лебедевы надеются и ждут, что появятся еще какие-то варианты. Несмотря ни на что, Сергей не унывает. Он признался, что главное его богатство – это дети, поэтому он не намерен сдаваться в борьбе за благополучие своей семьи.